Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале РКРП Лайф. С вами выходной подкаст и я, Алиса Лапшина. Сегодня новости для нас обозревает Михаил Марков, преподаватель истории, философии, член РКРП из Петрозаводска. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Алиса! Ну что ж, мы сразу же приступаем к обзору новостей. И первая новость, конечно же, будет о том, что происходит сейчас в Техасе. Напомню слушателям, что 22 января Верховный суд США постановил убрать поставленное штатом заграждение и колючую проволоку на границе с Мексикой. Губернатор Техаса отказался. 25 января в поддержку губернатора Техаса выступили 25 республиканцев, губернаторов штатов. Они обвинили президента и администрацию США в отказе соблюдать иммиграционные законы, пообещали прислать туда свою тоже национальную гвардию. И, в общем-то, мнений о происходящем много. Кто-то говорит об отделении Техаса в отдельную республику, кто-то даже говорит про гражданскую войну. В общем, конечно же, инфоповод очень громкий. Вот, Михаил, как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Что вообще можете сказать обо всем этом? И к чему это может, например, привести? Какой-то прогноз даже дать. Хорошо. Ну, смотрите, во-первых, нужно немного к истории обратиться. Вообще, откуда взялась такая глобальная проблема миграции? Потому что у нас Мексика вообще всегда была для США таким источником ресурсов для американского капитала. В какой-то момент, в XIX веке, например, и территория Мексики была захвачена, США примерно на треть. И, соответственно, Техас изначально, допустим, был как раз мексиканской территорией. Соответственно, и весь XX век практически Мексика тоже оказывалась в полной зависимости от Соединенных Штатов. За некоторыми исключениями 40-х годов, когда у власти там находилось довольно прогрессивное протестство институционно-революционной партии. Но постепенно партия-то переродилась и, соответственно, полностью перешла на такие неолиберальные позиции. И дальше, в общем-то, окончательно отдала страну на разграбление американскому капиталу. И в итоге получается, что в Мексике сейчас заправляют частично правительственные какие-то учреждения, частично американский капитал, частично преступные группировки. И, соответственно, несмотря на то, что сейчас в Мексике умеренно левый президент, но он никаких кардинальных изменений произвести не может. А поскольку там экономический кризис, то работы там нет, и начинается массовая эмиграция в США. А с другой стороны, мы видим, какой момент, что американцы, американский капитал не может выжить без привлечения дешевой рабочей силы. И поэтому он стремится этот поток миграции сохранять. Но с другой стороны, в связи с тем, что у нас экономический кризис сейчас растет и сохраняется, продолжается. Американский капитал хочет закрыть частично рынок труда свой, и некоторые из его частей, и обеспечить вот такое вот заграждение. Что же еще нужно отметить в важный момент? И, соответственно, вот справление Трампа в виде такого популистского жеста было объявлено о строительстве стены на границе с Мексикой, и ужесточении миграционного законодательства. Ну, как говорится, привет Берлинской стене. Нам объявляли, что после падения Берлинской стены никаких стен больше не будет. Вот, пожалуйста. Соответственно, администрация Байдена, что характерно, не подумала отменять ограничения, которые были введены Трампом. Несмотря на все заявления, что они вот такие более прогрессивные, толерантные и все остальное. И, соответственно, продолжалось усиленное патрулирование границы, причем с Трампа началась практика привлечения национальной гвардии. А в чем проблема? В том, что национальная гвардия, она по уровню подготовки не то чтобы хороша по сравнению с пограничными, профессиональными. И, соответственно, как показывают достаточно независимые исследования, проблему-то она скорее увеличивала, чем решала. И, соответственно, но, тем не менее, это было именно такой вот популистский жест со стороны губернатора Техаса. И, соответственно, попытки смягчить миграционную политику, убрать колючую проволоку с границы, которые были предприняты, в общем-то, на фоне готовящихся выборов, чтобы Байден свой электорат такой более либерально настроен, успокоен, какой-то костю ему кинул. Это вызвало, естественно, возмущение среди правых и среди, собственно, губернатора и губернаторов-республиканцев. Вот такая у нас ситуация. Ну и, соответственно, здесь у нас что еще нужно отметить, что в США в самой политической системе заложена вот такого рода проблема, потому что у них есть различные ведомства, которые подчиняются штату, которые подчиняются городу, например, и которые подчиняются федеральному центру. И поэтому губернатор может как раз опираться на национальную гвардию. А федеральные силы до определенного момента, например, нельзя вводить на территории каких-то штатов и использовать внутри страны. С другой стороны, национальную гвардию нельзя использовать по идее и по законодательству в рамках на границе страны и за ее границами. Ну и, соответственно, что-то еще нужно отметить, что конфликт, он пока все-таки находится на уровне таких разнообразных судебных затяжб, то есть Верховный суд США, несмотря на то, что в нем преобладают республиканцы, многие из которых даже Трампом были поставлены, он все-таки вынес решение в пользу федерального центра и приказал губернатору национальной гвардии подчиниться Байдену и, соответственно, уйти с границы, допустить пограничников федеральных на границу с Мексикой и дать им свою работу делать. Вот, теперь к чему это все может прийти, да, то есть мы видим, что с одной стороны нарастает конфликт между республиканской и демократической партией, да, вот губернаторы штатов поддерживают, соответственно, губернатора Техаса, но говорить о том, что Техас будет отделяться или, например, прям гражданская война начнется еще, ну, очень сильно преждевременно, потому что противоречия такой силы и остроты еще не достигли. И кроме того, когда все начинают ссылаться на опыт, там, 19 века, все забывают, что как раз после гражданской войны США очень сильно изменились, ведь, по сути дела, до гражданской войны армия США была очень-очень маленькой, в основном все полномочия были действительно на уровне штатов, и, соответственно, это было довольно рыхлое образование. Вот после гражданской войны, в ее ходе, да, как раз были проведены реформы, которые все значительно централизовали, и теперь так просто из состава США-то не выйдешь, как бы не хотелось. Да, и, соответственно, теперь по поводу вот самого конфликта, тут нужно понимать, что, в принципе-то, противоречие между республиканцами и демократами, это противоречие между различными группами капитала, и нельзя сказать, что вот одна группа, которая, например, поддерживает демократов, она там очень какая-то прогрессивная, а другая, которая поддерживает республиканцев, она вот какая-то суперреакционная, да, потому что они прекрасно, очень быстро могут перекраситься при необходимости, поменяться местами, вот, и одинаковую политику они продолжают, в принципе, во внешней политике США, да, то есть что Трамп, когда приходил к власти, обещал какое-то примирение, да, и снижение международной напряженности, что Байден потом, в общем-то, никто ничего не сделал. И, соответственно, проблема, скорее всего, будет завязана в судах, будет продолжаться конституционный такой вот кризис на фоне продолжающихся выборов, да, это все будет использовано для того, чтобы поддержать своего кандидата. И, естественно, скорее всего, Трамп, который выдвигается, он будет теперь взывать к таким вот традиционным, скажем так, американским ценностям, да, что вот попирает права штатов, где же демократия, ужас, 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 я приду, все верну. Вот, а Байден будет, соответственно, взывать к тому, что вот сепаратисты проклятые, как же нужно их подавить, чтобы опять не раскололи США, как в 1861 году. Причем, что характерно, получается, что теперь партии республиканцев и демократов поменялись местами, потому что в 19 веке северяне-то были, это республиканцы и линкольные боролись с демократами, которые представляли южан. Вот, и вот теперь вот мы видим, что у них все, как сказать, друг за другом поменялось, да, но тем не менее, что еще нужно отметить, что пока вот эти большие важные шишки капиталистически решают свои проблемы в высоких кабинетах, да, трагедия-то на границе продолжается, потому что люди продолжают гибнуть, да, при попытке перехода границы, да, и каждый день там новые смерти приносят. Вот, и какие бы силы буржуазные в США там в классе не пришли, что республиканцы, которые будут закрывать границу, делать мигрантов более бесправными, что какие-нибудь демократы, которые откроют границу, например, допустим, и все больше народу привлекут и обрушат тем самым еще больше там рынок какой-то неквалифицированной рабочей силы, в принципе, они проблему не решат. Реальное решение проблемы, да, это только уже коренная перестройка общества, причем нужно, чтобы и в Мексике ситуация улучшилась, и в США, да, чтобы можно было всем обеспечить работу, увеличить производительность труда, да, чтобы не было таких проблем с рабочей силой. Вот такая ситуация. Но, тем не менее, это признак общего кризиса, да, он по миру нарастает, и, естественно, в центре капиталистической системы в США тоже растет. Что ж, спасибо большое, Михаил, за такой ваш развернутый ответ. Мы будем, конечно же, следить дальше за происходящим там и своевременно это все комментировать и обозревать. Для вас, дорогие слушатели. Ну, а мы двигаемся дальше, ко второй новости. Ну, и она, конечно же, о сбитом самолете Ил-76. На борту этого самолета находилось 65 украинских солдат, которых везли для обмена. Также шесть членов экипажа, трое сопровождающих. Самолет был сбит, и все погибли. Тут такой вот момент, что официально, ну, насколько я смогла найти, да, в сети, там, в официальных каких-то новостных каналах, что официально Киев говорит о необходимости международного расследования, и, как я поняла, все же подтвердил, что на борту были именно военнопленные для обмена. А представитель Украины на заседании Совбезоон заявила, что военно-транспортный самолет является легитимной военной целью, и безопасность полета была обязана обеспечивать российская сторона. То есть, как бы, ну, то есть, можно сказать, что официально Киев не совсем подтвердил, да, что он что-то такое совершил, ну, то есть, украинская сторона, а Россия со своей стороны, ну, то есть, как бы, взывает, опять же таки, к ООН, то есть, разбираться с этой ситуацией. Ну, в общем, трагедия произошла, но отвечать за это как будто бы некому. Вот, и вот я, для меня вот самый такой животрепещущий момент, действительно, найдутся ли ответственные за это, как вы считаете, вот, Михаил, и какие могут быть последствия для и российской, и украинской стороны после вот этой ситуации? Мне кажется, что ответственных, как всегда, назначат, причем украинская сторона назначит российских ответственных, российской и украинских, и, соответственно, наказать ответственных смогут только после окончания боевых действий в зависимости от того, кто победит, потому что сколько они выписывают там ордеров на арест, сколько чего они делают, да, все равно пока у нас сохраняется текущая военно-политическая ситуация, да, никто там никаких действий предпринять конкретных по наказанию кого бы то ни было не сможет. Вот, и тут на что еще какие-то аспекты нужно обратить внимание на самом деле, да, то, что вот отечественная пропаганда довольно бравурно с того начинает как-то описывать у нас идущие боевые действия, но тем не менее мы видим, что на территории Белгородской области сбит самолет, да, то есть ПВО российское не очень-то хорошо все-таки работает, к сожалению. С другой стороны, еще сама постановка вопроса, вот у нас еще не так давно по историческим меркам, с год назад, да, заявлялись о том, что это, значит, там нацистский режим, с которым нельзя вести переговоры, но через некоторое время мы начинаем с ним пленных обменивать и продолжаем, это тоже очень такая большая непоследовательность. Ну, что, собственно, логично для России, потому что это же тоже капиталистический режим и он постоянно в какие-то поддавки и в темную пытается играть. С другой стороны, если посмотреть на ситуацию, то мы видим, что для украинцев это тоже такой не очень хороший момент, да, потому что тут пропаганда даже у них вынуждено было как-то в оборонительную позицию занимать, да, и в принципе не очень активно эту тему педалировать и стараться говорить, ну, давайте, давайте, пускай международное сообщество развивается. Если что, мы вообще как бы ни при чем, но вроде бы и при чем. Если еще изначально даже СМИ украинские заявляли, что на борту Ил-76 были ракеты для комплекса С-300 и вот какие молодцы, что мы его сбили и так далее. То есть, в общем, в принципе, ну, идет стандартная такая вот военная пропаганда, которая, тем не менее, вот перед лицом фактов, которые публикуются, она вынуждена менять свою позицию. И, соответственно, ну, здесь, да, украинская страна в менее выигрышные позиции сейчас находится. Хотя проблема в том, что, естественно, при нарастании вот этого такого противостояния в мире, ну, на эту новость, а не то, чтобы сильно внимания будет обращать, и она забудется через, наверное, недели две-три. Потому что сколько кричали про разнообразные такие вот трагические эпизоды, про них уже сейчас, ну, помнят эксперты, наверное, какие-то, ну, или те люди, которые были непосредственно связаны с этой трагедией, у кого какие-то близкие там погибли, а обыватель, да, он уже об этом-то и позабыл. Потому что уже эти трагедии заслонены другими информационными поводами. То есть, получается, это просто, как это сказать, даже не знаю, жертва происходящего, в принципе, ну, то есть, эти люди погибшие, просто цена, в общем, да, того, что происходит. Да, это цена, причем эта цена еще, мне кажется, что абсолютно неправильной российской политики, как минимум, потому что, почему у нас там не создается комитет свободно Украины из пленных, например, да, при том, что мы вроде заявляем, что мы тут должны всех деноцифицировать. Как же так? Кто должен управлять? Народ же вроде украинский, потом после войны, вот, у вас должны быть какие-то силы, которые готовы возглавить страну, но вот это вообще никаких действий в эту сторону не предпринимается. И очень все непоследовательно. Если бы, ну, конечно, они могут сказать, что мы хотим спасить наших военнопленных, ну, спасение военнопленных, оно предполагает в первую очередь все-таки не обмен, о завершении боевых действий при помощи того, что вы достигнете целей, заявленных в своей военной операции. А вот это вот все вот так вот очень скользко, непонятно, да, ну и, естественно, получается, что если не можете добиться решительных успехов в материальном мире, да, на фронте, то получается, что пытаются добиться успехов хотя бы в таком информационном поле, в пропагандистском. Да, ну и тоже весьма сомнительно. Потому что, естественно, информационное поле, там в основном доминируют противники, и, соответственно, там достаточно сложно что-то сделать. Кстати, что интересно, Запад тоже ничего не прокомментировал на этот счет, но я думаю, что ему тоже это не особо нужно, не особо интересно. Да, потому что сейчас, в принципе, по мере разворачивания экономического кризиса ситуация в самих странах НАТО усложняется, ну и, соответственно, в общем, постоянно будируется вопрос о поставках вооружения, там, сколько нужно, не нужно сокращать, увеличивать и так далее, да, и различные политические силы вокруг этого будут бороться. И пока вот это вот событие со сбитым самолетом, да, оно непонятно, какие силы могут его использовать, и поэтому пока как-то все примолкли. Да, ну что ж, действительно, это трагедия, и, как бы, действительно, сочувствуешь людям, которые погибли, и семьям, и, ну, будем надеяться, что действительно когда-нибудь, когда-нибудь кто-то за это ответит, и таких жертв будет все меньше и меньше. Ну, это просто пожелание, конечно же. Ну что ж, давайте двинемся к третьей новости. Она сегодня достаточно интересная такая, с налетом секретности шпионских фильмов, так сказать. Она звучит так. Архив национальной безопасности США рассекретил документ, в котором Борис Ельцин в январе 1994 года в разговоре с Биллом Клинтоном в Новогорёво сказал, что Россия в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу, после чего её примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы. Ельцин сказал тогда, что надо создать, цитата своего рода, картель США, Россию и страны Европы, который способствовал бы укреплению международной безопасности. Так вот, Михаил, вопрос такой. Что же пошло не так? Или, может быть, вполне себе так, но просто не для всех? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, здесь что нужно отметить, что после падения, да, социализма, да, после реставрации капиталистических отношений, вот эти все новоявленные российские капиталисты, они надеялись, что их пустят в центр мировой капиталистической системы, да, как равных партнёров, ну, или хотя бы младших, вот что мы хорошие, да, мы теперь свои. На самом-то деле всё абсолютно логично, потому что места в центре капиталистической системы его не так, чтобы много, да, число стран, которые могут быть на этой вершине этой такой вот системы, да, их число строго ограничено, поэтому Россию туда уже никто не собирался пускать. Наоборот, и страны Восточной Европы, и Россия, они должны были служить только, в данном случае, источником сырья и дешёвой рабочей силы. Ну, Восточной Европы дешёвой рабочей силы, Россия источником сырья. И, соответственно, никто не собирался пускать Россию, так сказать, в чистые господа, потому что, если Россия подключится к НАТО, да, подключилась бы, то, естественно, пришлось бы с ней как-то считаться, потому что всё-таки достаточно большое государство, обладающее ядерным оружием, и, соответственно, в рамках НАТО вдруг может начать проводить относительно независимую политику, да, и, допустим, объединять вокруг себя европейские страны. Поэтому, естественно, предполагалось, что лучше Россию туда не включать, а нужно обеспечить вступление в НАТО восточноевропейских стран. Я думаю, что там, понимая ли в США, что всё-таки, несмотря на ослабление, да, России после реставрации капитализма, всё равно там экономика достаточно крупная, там довольно быстро возникнет свой достаточно крупный капитал, который будет претендовать на то, чтобы и с ним поделились. И лучше, соответственно, его заранее немножко отодвинуть подальше, да, для того, чтобы у него было меньше рычагов воздействия, для того, чтобы бороться за своё влияние в мире. Ну и изначально, собственно, поскольку НАТО создавалось в качестве противовеса Советскому Союзу для того, чтобы организовать военные действия против него, то при вступлении в НАТО России, то его смысл бы несколько терялся, потому что кто будет основным противником-то? Китай далеко слишком или ещё какие-то страны, да, ну, соответственно. Поэтому, скорее всего, всё пошло так, как пошло, потому что не собирались никого никуда пускать. А как вы думаете, наша современная власть будет ли как-то комментировать это событие или нет? Ну, то есть оно для неё как-то имеет значение? Вес? Я думаю, что может прокомментировать, хотя, в принципе, ведь у нас есть заявление Путина о том, что он в начале нулевых ещё, в принципе, предлагал план по вступлению России в НАТО. Так что тут они могут так эту новость прокомментировать и сказать, что вот мы всей душой в 90-е, в начале милевых, а вы как к нам так нехорошо относитесь, поэтому мы обиделись, и вот теперь будем себя вот таким образом вести, да, покажем вам. Не хотите дружить, будем дружить против вас. Да, такая, ничего нового, в общем-то, всё в одну, да. В одну стезю, в общем, всё так идёт, и, в принципе, логично. Вот, ну что ж, Михаил, спасибо вам большое за разбор новостей, это было очень интересно. Надеюсь, мы с вами ещё услышимся здесь, на канале. Пожалуйста. И вам тоже спасибо большое, уважаемые слушатели, что вы с нами. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, делитесь нашими подкастами с теми, кто интересуется политикой и не только. Мы с вами прощаемся только до следующей недели. Увидимся снова на канале. До свидания. До свидания.